Что нам надо мотивировать, обучение является одним из способов и инструментов мотивации. Благодаря обучению мы можем показать человеку его перспективу и место в компании. Что еще может делать HR-специалист? У нас есть такое дело, точно. Я сама лично эту функцию возбуждала для того, чтобы не заниматься самой. Я говорила руководителям, послушайте, у нас нет вот этого специалиста, при этом холдинг огромный, у нас есть фитнес, и там самое главное, есть бассейн. Соответственно, нам совершенно точно нужна охрана труда, нам нужен еще медик, ну и так далее. То есть HR-специалист может еще заниматься и этим. Так, и в общем, вроде бы вот такая вот красивая картинка. Ну, на самом деле, HR-специалист – это вот этот. Это многорукий Шива, который отвечает за очень много функций в компании. И много инструментов у него, и со многими людьми он контактирует. И если иерархия в компании позволяет, то он практически может пойти от самого линейного специалиста до самого главного, там, у собственника, например, у компании или у генерального директора. Такое бывает. Я подготовила для вас некоторый анализ данных рынка труда именно в том сегменте, про который мы сейчас с вами говорим. Источниками моими были вот эти три, так скажем, позиции. Да, и платформа HeadHunter, так как она очень популярна, я брала во всех тестах ее. Но она там в одном моменте меня немножко подвела. Я вам скажу, в чем. Значит, есть такая вот таблица работающих в области. Это за 14-16 годы. Свежего пока я не нашла, но, может быть, просто в открытых источниках где-то это запрятали, закопали. Но, тем не менее, значит, что я обнаружила, что у нас есть основная доля профессионального направления в управлении персоналом – это кадровое делопроизводство, как совершенно верно было сказано, обучение. Самая большая доля специалистов – это организация оплаты труда. И это понятно почему, потому что это такая отдельная функция в любой компании. И что самое для меня было интересное, что мотивации и стимулирование тоже недалеко от них ушли. То есть это вот четыре топ, которые в четыре таких составляющих специалистов, которые работают в HR-сфере. Структура и часть сектора, вот в разрезе, это тоже данные за 14-16 год, вот так себе представляют. Причем интересно, я увидела, что профильное образование имеет всего лишь 9%. Несмотря на то, что в вузах и в других средних специальных заведениях менеджмент, в принципе, уже кадровые начинают действовать, специалистов выпускают. Но профильных образований не так много. В основном, что замечают специалисты, которые делают подобные анализы, что идут педагоги, психологи, социологи. То есть гуманитарные профессии, которым по большому счету это очень близко. И эта сфера близка, и вот эта работа человек-человек, это для них. Но вы видите, что социальные науки есть, образование педагоги, к этому 7,3. Экономика и управление достаточно большой процент. И вы знаете, когда производили опрос руководителей, собственников, предприятий, организаций, в чем же все-таки они видят недостатки, скажем так, уровня подготовки специалистов, они обратили внимание на эти три сферы. Были, конечно, и другие ответы, но в основном в процентном соотношении эти три сферы расположились таким образом, что это недостаточная базовая профподготовка, те, у которых она есть, специалисты. И смотрите, самый большой процент – это недостаток опыта работы. И здесь всегда возникает другая проблема, да, что, как первичнее, да, яйцо или курица. И когда у нас не берут специалиста, это неважно уже какого, да, на работу, потому что нет у него опыта, а где же ему взять его, если его сейчас не возьмут на работу? И на самом деле дальновидно поступают те руководители, которые берут мотивированного специалиста, который вот только-только выплатился, да, и, может быть, не имеет еще большого опыта работы, может быть, он уже какое-то время проработал после окончания образовательного учреждения, и выращивают из таких, так скажем, новичков себе настоящих специалистов высокого уровня. Причем, если это делать грамотно, то привести можно, на самом деле, до директора по персоналу. И я тоже такие случаи видела. Ну и на втором месте, как отмечают руководители организации, это недостаточное знание специфики бизнеса. Здесь тоже, как вам сказать, как понять, что человек сможет работать со спецификой этого бизнеса или нет, когда он, во-первых, не пробовал, да, и часто бывает, что рекрутеры, которые ищут в определенную сферу HR-позиции, либо вообще у любых других специалистов, они говорят, хотим, чтобы, например, работал этот человек, имел большой опыт работы в ритейле. Ну, хорошо, да, можно такого найти, но поиск займет достаточно длительное время, если особенно какая-то специфическая должность, например, там, руководитель какого-то подразделения, да. Такое бывает, и тогда затратная часть по времени возрастает у рекрутеров. Есть вот такая штука, как гендерная структура сегмента управления персоналом. И обратите внимание, что у мужчины, конечно же, их меньше в этой сфере, у женщин больше. Но если мужчина ставит себе целью сделать карьеру, она у него практически всегда получится. Потому что считается, что лучше назначать на должности руководителя мужчин. Почему, как мне кажется? С детьми сидят, хотя сейчас ситуация социальная меняется, да, это точно. И если женщина более успешна, да, и у нее выше уровень дохода, то тут немножко уже роли в семьях меняются. Ну и все-таки, да, у нас есть определенные такие стандарты в голове, да, что... Да, более работоспособные, вот видите, мы с вами сейчас сказали, да. Совсем не факт, да. А вы, когда они могут курить и гуляют там. Так, ну, у нас вебинаристы мужчины на связи есть, поэтому... Да, да, да. Да, на самом деле так. Так, нам Эмиль пишет, что мотивированным может быть не только бывший студент, но и человек, который поменял профессию в возрасте 40+. Вот это интересно, кстати, можно будет потом вопрос. Да, да, хорошо. Эмиль, спасибо за ваше замечание. На самом деле это серьезная тема, во-первых, потому что у нас пенсионный возраст увеличился, правда же? И с другой стороны, я думаю, что многие руководители сейчас стали обращать внимание в сторону зрелых специалистов. Так, и Елена нам написала, что ни разу не попадались мужчины HR. Елена, я обязательно вам скажу, где их искать. Так. Итак, у нас среди руководителей в HR-сфере практически к 50% приближаются те, кто хотят среди мужчин добиться роста по карьере, среди женщин поменьше. И вот кейс. Я выставила свою собственную кандидатуру на HeadHunter. И решила посмотреть, кто ж меня, такую красивую и умную, возьмет на работу. Мне 49 лет. Я HR-директор, реально проработавший. У меня опыт работы 7 лет. Это все видно из резюме, потому что вы знаете, кто хоть раз заходил на HeadHunter и заполнял эти формы, там достаточно много можно о себе написать с датами. И работодателю очень легко работать с этими анкетами. Я поставила, считаю, что средний уровень заработной платы, так как это Москва. И немного я поставила, я поскромничала, прямо скажу. При этом я написала, сколько лет вообще я всем этим занимаюсь, и какие у меня образования. И при этом у меня каждый год какие-то обучения, у меня есть курсы повышения квалификации. Я, можно сказать, живой пример и ищу кейс учебного центра специалист, потому что я именно здесь, когда мне предложили должность возглавить отдел, он назывался сначала кадров, потом мы его реорганизовали, отдел персонала, а потом HR-отдел в холдинге, я была вынуждена искать на рынке обучения, где же мне пойти поучиться. И разговаривая с одной своей коллегой, она говорит, только учебный центр специалист и только вот такой-то преподаватель. И я сюда пришла, и я вдруг поняла, что на самом деле у этого преподавателя есть разные уровни обучения. Это Светлышева Ольга Юрьевна. Вот, отлично, мы с вами практически коллеги по обучению. И я поняла, что настолько доступно, настолько понятно и настолько мотивировано это обучение, плюс еще практикоориентированно, вот это важно. Что я заинтересовалась этим и решила получить документ государственного образца, который здесь в специалисте выдают, как о повышении квалификации. В итоге я стала директором персонала благодаря еще и здесь обучению. И дальше, значит, мое резюме висело на этом сайте два месяца. И результат следующий. Я писала письма, я отправляла резюме. Значит, регион был Москва, Московская область. В моем резюме было указано, что я готова к командировкам. Единственное, не готова к переезду. Но к командировкам, гибкий график, я готова и так, и так. Лишь мы меня только выбрали. Но смотрите, на HeadHunter резюме было направлено в 24 компании. Я тоже выбирала компанию, мне не хотелось себя рассылать. При этом я давала обратную связь, вернее так, я писала в те компании, где был указан уровень зарплаты, уровень оплаты труда. Почему? Потому что не указывает, если компания уровень оплаты труда, что там дальше будет, куда приведут меня переговоры на эту тему, непонятно. И в каждое, видите, там я воспитательные знаки поставила, я в каждое свое резюме отправляла с персональным, прям под эту компанию сопроводительным письмом. При этом, вы знаете, ну я заходила на сайт компании, там же ссылочки есть, в HeadHunter это все легко устроено, они молодцы, все инструменты продумали. И я посмотрела специфику компании, я писала, что я мечтаю работать в такую компанию, у которой какие-таки преимущества, что у меня есть вот этот конкретный опыт. Это я писала в одном предложении, ну в общем, где-то три предложения. Одно я писала, прошу рассмотреть меня на такую-то должность. Второе предложение было про эту компанию, чтобы они поняли, что я захотела и смотрела. И третье, чем я со своим длинным резюме конкретно в одном предложении могу им пригодиться, чтобы, ну, было им понятно. Ну, никто из работодателей не дал положительного ответа. Я предполагаю, что, ну, не буду предполагать, потому что доказательств нет, это только мои будут измышления. Но я знаю, как работают HR-отделы. Бывает, что текучка большая, поэтому, ну, вот такие, как у меня резюме, скорее всего, еще возраст, может быть, и это сыграло роль. Скажут, ну, вот уже взрослая, уже, там, может быть, со здоровьем. И, кстати говоря, очень многие компании не берут возрастных себе новых сотрудников, потому что есть риск того, что они, там, будут болеть, есть какие-то семейные проблемы и так далее. Бывает такое. Значит, и всего два письма было с обратной связью «Спасибо». Одну из которых я получила сегодня, когда ехала к вам на занятия. Мне было несказанно приятно, что какая-то компания, добрый вечер, заходите, пожалуйста, какая-то компания обратила на меня внимание и написала, что «Спасибо вам, но пока вот мы никак, если что, дадим знать». Вы знаете, самым эффективным, ну, я тестировала не все социальные сети, я взяла только в Facebook, потому что я сама в нем очень активно присутствую, я понимаю, где можно найти, какие ресурсы, каких людей, с кем вступать в переписку, каким образом принципы этой переписки в лентах, в личке. Кто пользуется в Facebook? Поднимите, пожалуйста, руки, кто в аудитории. Один человек. Уважаемые вебинаристы, поставьте циферку «один», кто пользуется социальной сетью Facebook. Поставьте, пожалуйста, цифру «один», да, кто пользуется социальной сетью Facebook. Спасибо. А вы пользуетесь сетью Facebook? Сети нет. Нет. Ну, это нормально. Я вам просто вот для сравнения показала. Дальше уже ваш выбор, пользоваться этой сетью или нет, но для меня она является сейчас очень эффективным инструментом. При подготовке к нашему дню карьеры от слушателей и вебинаристов мы получили вопросы. Я их сейчас буду озвучивать и ответы на них, потому что, возможно, те вопросы, с которыми пришли вы, они уже здесь заложены. Если нет, то тогда у нас будет отдельное время. Вот такой был вопрос, в чем специфика рынка труда для HR-специалистов. Ну, кто бы не думал, что... А это все-таки агент перемен для руководителей. И это правая рука всегда руководителей, потому что на HR-специалисте завязано очень много процессов, начиная от подбора, если это в компании, да, включается и входит. Бывает, что и кадровое дело производства в HR-отделе, а не отдельно, хотя в разных компаниях по-разному. Ну, и система мотивации, в общем, все-все-все туда входит, и обучение. И поэтому, если HR-специалист не HR-менеджер, HR-директор, не союзник руководителей компании, то найти общий язык очень сложно, и тогда процессы будут буксовать. Это я вам точно скажу. Есть кто-нибудь в аудитории, кто планирует HR-сферу? Или кто-то уже работает в HR-сфере? В 12 лет в HR-сфере. Да, я на данный момент без работы. Вы без работы. Я очень актуально. У меня. У вас опыт 12 лет работы именно в кадрах? Я работаю в производстве и немножечко подбор персонала. Я не считаю себя... Вы не рекомендуем? Нет, но я занимаюсь этим вопросами, приходилось. Хорошо. И техническая подготовка тоже достаточно большая. Спасибо. Спасибо. Еще кто-то в HR-сфере в аудитории работает? Ну, если да, скажите. Нет? Нет, но планируете, видимо. Те, кто пришли, планируете, да? Нет, вы не планируете. Ага. Так, ну... Хорошо. Значит... Хорошо. Скажите, пожалуйста, вебинаристы, уважаемые, напишите, кто планирует работать в HR-сфере или уже в ней работает? В чат нам напишите, пожалуйста, кто уже работает в HR-сфере или планирует? Светлана пишет, что 2008-го года, кадровое дело производства и подбор, и мотивация. Светлана уже такой же опытный сотрудник, как и вы. Да. Да. Значит, если вы планируете работать в сфере HR именно партнер, у нас есть отдельный курс, который включает в себя все необходимые позиции при уже достаточно высоком уровне и высокой зоне ответственности. Курс, обращу ваше внимание, соответствует профстандартам. Сейчас они у нас уже вовсю идут в разных сферах. И в том числе профстандарт, специалист по управлению персоналом. Этот курс прям заточен под это направление. Вам расскажут о структурах, о многих инструментах, документах в том числе, которые вам пригодятся, если вы пойдете в эту сферу. Так, Татьяна, она написала, что работает начальником отдела кадров более 20 лет. Вот так вот у нас. Вот такие у нас вебинаристы. Спасибо, Татьяна. Так. Есть, был еще такой вопрос, действительно ли изменилась сезонность на рынке труда. На самом деле, сейчас уже она не так ярко выражена, как раньше была, потому что у нас есть сферы производства, работы организаций, которые не зависят от сезона. Единственное, при поиске работы, имеется в виду на рынке труда, когда мы там ищем кого-то, да, специалистов, в том числе и частных специалистов. Затишье, скажите, пожалуйста, когда происходит? Летом происходит затишье. Точно. Где-то, наверное, в апреле достаточно что-то хорошо, в апреле, и все хорошо в сентябре. Да, в сентябре хорошо. И в том, что стоп начинается, по моим наблюдениям, вот уже скоро сейчас он начинается, ближе к декабрю. Ближе к декабрю, но где-то вот в первых числах декабря уже, да, угасает поиск. И до сентября будет у нас сезон точно. Ну, это понятно, что связано, да, с летом. Вот первый период такой угасания, да, на рынке труда уже он не такой оживленный, уже и спрос и предложения, они как бы затихают. Точно так же и уже в декабре, это перед Новым годом, все готовятся. Во-первых, отчеты, все-все-все, компании загружены. Все компании загружены, да, и Светлана нам написала, что тоже летом спад. Значит, в конце года это и отчеты, и все готовятся, если кто празднует, корпоративы, да, и в общем, не до поиска и подбора персонала. Хотя бывает и такое, что выстреливает какой-то проект, да, и нужны сотрудники, и я сама попадала в такую ситуацию, когда проект стартует 25 января, и нужно набрать 60 человек. И мы получаем это распоряжение, ну вот в октябре, предположим, да, но все-таки, если это, есть определенные требования, то процесс занимает, конечно, достаточное количество времени. И хочу сказать, ну, применяли все инструменты, и акция «Приведи друга», и там соцсети задействовали, объявления в определенных, там, интернет-ресурсах мы вешали, потому что не всегда вот эти сайты «Суперджоп», «Джоп», ну, «Хэдхантер» нам был не нужен, потому что у нас был линейный персонал. Поэтому вы понимаете, да, что разные платформы – это разные еще категории персонала. Поэтому «Хэдхантер» – это более дорогой персонал, соответственно, и поиск, он тоже дороже всегда стоит, одного человека с уникальной профессией, руководителя, да, и поиск линейного персонала, он дешевле. Вот еще такой вопрос мы получили перед нашим днем карьеры. Какие специалисты? И мы задумались с нашими преподавателями и поняли, что, по большому счету, мы сами на себе это переживали, когда работаем в сфере организации или компаний. Нужны всегда универсальные солдаты, ну, всегда. А что вы умеете при собеседовании, спрашивают, и начинаешь перечислять, а вот это вы умеете, подождите, а вот я же иду только на должность рекрутера, предположим. Нет, вы еще должны будете вот это делать, вот это и вот это. И никуда, как сказать, да, у вас в должностных обязанностях все это будет прописано, поэтому будьте добры, вы не только подборщик, вы еще и, предположим, там будете сайт отслеживать у вас. Вот. Если вы задумались о том, что вы хотите или вам требуется, да, получить новые знания, у нас есть еще два курса в направлении soft skills, это специалист по управлению персоналом, его я сама проходила, их несколько уровней, можно начать с первого, они достаточно бюджетные для того, чтобы понять, подходит вам это или нет. Может быть, преподаватель, да, и его манера вам достаточно будет импонировать, и вы поймете, что материал хорошо усваивается, а самостоятельно, например, на сайтах вы, ну, трудно разобраться. Есть еще очень важная тема, как профстандарты и особенности внедрения и применения. Это уже тем сотрудникам, которые в компаниях работают именно в этом направлении. Там нужны и документальная база, что там еще нужно, там, локальные нормативные акты, возможно, нужно будет создавать в компании. Таким вот образом. То есть есть еще два таких курса. Курсов на самом деле много, я вам потом покажу, где их искать, но вот на основные, такие вот пока по тем вопросам, которые нам задавали перед днем карьеры, я обращаю ваше внимание. Есть еще вот такой, был вопрос, а сколько вообще стоит специалист, когда его уже приняли на работу, сколько он будет зарабатывать, да, сколько он будет получать. Я сделала для вас подборку следующую, что четыре региона таких взяла, Сибирь, ну, вот не стала, но она близка по уровню к Нижнему Новгороду. Я смотрела Омск, там, в общем-то, они идут где-то рядышком. Ну, самый дорогой регион, это, конечно же, Москва, дальше Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Уфа. И смотрите, как различаются уровень заработных плат. Новичок, который вот только-только пришел и сколько ему платит. Опыт от одного года, то есть человек уже год проработал в этой сфере и ему готовы повышать, смотрите, на пять тысяч, да. Где-то чуть меньше. Три тысячи. Опытным в моей таблице является тот специалист, который уже, вот это самый главный маркер, который при анализе присутствовал на определенных источниках, который уже имел опыт подбора уникальных специалистов и специалистов на руководящие должности. Как только у вас в портфеле, ну, в своем, да, если вы пойдете в эту сферу, появится такой опыт, либо вы обучающие курсы для этих сотрудников подготовили. Ну, в общем, в тот момент, как только вы начинаете работать с руководителями, либо с уникальными специалистами, ваша стоимость на рынке труда сразу возрастает. И вы это указываете в портфолио, и вероятность того, что вас примут на более высокую зарплату, тоже есть. И вы знаете, когда у меня был еще опыт работы с регионами, когда был проект крупные медицинские холдинги в Российской Федерации в разных регионах. У меня это была Уфа, Волгоград, Омск и Екатеринбург. И мы туда подбирали специалистов по обучению персонала. Это средний медицинский персонал, это регистраторы, которые на ресепшн работают, это медицинские сестры. И я обратила внимание, что в основном в регионах подбирают по рекомендации непосредственно знающего этого человека. То есть по знакомству, но в хорошем смысле. То есть ты все равно становишься каким-то гарантом того, что через тебя берут этого человека. Но это вот в регионах такая практика. В Москве что вот я могу заметить? Многоуровневый подбор. Он в чем заключается? Даже когда ко мне, как HR, директору, приводят от высокого нашего руководителя человека на какую-то вакансию. И говорят, вот Иван Иванович порекомендовал вам посмотреть его повнимательнее, поспрашивать определенные вопросы. Мы его сначала берем на линейного персонала, но потом обязательно с перспективой роста он станет у нас там менеджером среднего звена. Это я условно-таки понятия употребляю. Так, значит, и что мы делали? Мы, я говорю, извините, все я поняла, но у нас в компании одинаковые условия для всех, для того, чтобы вы понимали, какого человека вы принимаете. И мы, так как эта сфера была связана с безопасностью, мы любого кандидата, так скажем, прогоняли через психологическое обследование. А до этого он собирал все документы на своем здоровье, справки. Это все регламентировано было той сферы деятельности, то есть никакой самодеятельности у нас не было. Все в рамках закона. Значит, естественно, были специальные проверки этого человека и его близких родственников на предмет, чтобы не было риска, вдруг это были проблемы с законом, да, у него либо у его близких родственников. Дальше после того, как человек проходил специальные проверки, заполнял анкеты, проходил психологическое исследование, он дальше шел на собеседование к его непосредственному руководителю. И он его собеседовал, и не факт, что брал. Он видел результаты, то есть мы уже приносили дело. Человек еще у нас не работает, у нас уже дело было. И руководитель смотрел дело, он знакомился с психологическими, социальными, со всеми-всеми. Его послушной список мы предоставляли, включая, знаете, и рекомендации с места работы. Мы звонили в те места, где он работал, и спрашивали у руководителя, а как себя зарекомендовал вот этот человек. Редко-редко, когда нам отказывали в рекомендации, имеется в виду в обратной связи. Как правило, люди открыто про это говорят, особенно охотно, если человек на самом деле хороший специалист, его характеризуют. Но бывало, что где-то процентов 10 нам говорили негативные отзывы, и мы, невзирая на то, что психологическое обследование было позитивным, и социальные факторы все подходили под нас. И если руководитель обращал внимание наш на негативный отзыв, он говорит, нет, я такого человека брать не буду. То есть, ну вот, так. Так, есть еще такой вопрос у нас. Каких специалистов предпочитают привлечь именно в ИЧА в сфере извне, а каких вырастить внутри компании? Так вот, по нашему наблюдению, извне берут вот четыре позиции. Причем часто бывает, что ИЧА-директор, он привлеченный, приглашенный со стороны для того, чтобы, ну, не было такой тесной эмоциональной, может быть, связи. Вот, я предполагаю, что вот этот момент важен. А изнутри выращивают, как правило, правда же, да, кадровиков? Нет. Неправильно? Нет, я как раз извне пришла. Вы извне пришли, да? Я пришла с неправильного образования. А на какую должность вы сразу пришла? Я пришла просто на инспектора, у меня были зачаточные знания, полученные в предыдущем автоработку, просто я рядом сидела с кадровиком. Мне было интересно. Вот, я с этим зачаточным знанием пришла, через полгода я работаю сама. А как тебя зовут Анна? Вы знаете, на самом деле, такие варианты, да, то есть все, что могут нам говорить цифры или какие-то данные, они не могут быть универсальными ко всем случаям и ко всем компаниям. Потому что я также могу сказать, что мой случай в компании, вырасти за два года от психолога до HR-директора, это тоже редкий случай. Вот, больше того, могу сказать такой момент, что я сама, но до этого мне предлагали, но я как-то долго думала, потому что уровень ответственности достаточно большой. А потом, когда созрела, я пришла уже с конкретным решением по заработным платам в том числе и по реорганизации HR-отдела. И когда руководители увидели, что там есть еще экономия по заработным платам, при увеличении заработных плат, вот, вот это был просто момент, когда можно было с этим зайти. Мы это сделали, реорганизацию прошли успешно, и сейчас этот HR-отдел до сих пор работает, он уже в таком составе работает 6 лет. Поэтому это вполне симметрично. Да, да, то есть верно, мы все рассчитали. Так, Эмиль говорит, сейчас уже почти все берут, всех берут извне. Ну, вот тут, опять же, я хочу сказать, что в разных компаниях сейчас по-разному, да, и, к сожалению, у меня цифр нет вот на эту тему, но тоже можно будет посмотреть. При планировании нашего дня карьеры поступил интересный вопрос. Такой же, видимо, слушатель, как и я, да, который выставлял свои резюме и не получил ответа положительного. Что же такое, почему, ну, вот, не получается у меня найти работу. А мои коллеги, HR-специалисты, они говорят, слушайте, не можем найти специального. И вот я думаю, где же вот эта волшебная середина или поле, где тот, кто ищет работу, многие из них, замечательные специалисты, реально, а те, кто ищет сотрудников, как им встретиться? Они сидят на этой группе, по-четному, все прочее, находись везде, куда и не попадешь со своим резюме. Да. Вот, просто отъезжаем. Да. По утру, по утру. Я, да, мне регулярно присылают эти вакансии, просто добрые люди. У вас там есть свои агенты. Да, но пока ни одного, конечно, было, хотя просят на них. Уважаемые слушатели, вебинаристы, поставьте, пожалуйста, плюсик, если вы слышите Анну, когда мы с ней в диалоге. Так, чтобы, если они не слышат, то я бы могла повторять. Эмиль не слышит, Ирина не слышит. Тогда я сейчас скажу о том, что Анна говорила о таком феномене, что есть закрытые группы HR-специалистов, куда они выкладывают вакансии им необходимые. А те люди, те кандидаты, которые бы хотели попробоваться на эти вакансии, они не могут вступать в эти группы, потому что группы закрытые. Так вот, я рекомендую сейчас использовать социальные сети и все возможные каналы коммуникации, которые я здесь указала. Может быть, еще что-то есть, что используете вы. Есть что-то, что вы используете, а здесь нет. При поиске работы. Ну, да, я не указала сайты, но я указала социальные сети здесь и любые другие там мессенджеры, в которых люди общаются. Ирина спрашивает, как попасть на этот чат. Ирина, Анна говорит о том, что у нее... Туда могут пригласить. Туда могут пригласить в эти закрытые группы. И хорошо, если у вас будут свои точки входа в виде каких-то людей, которые в этих группах уже есть. И тогда эти люди, которые находятся в группах закрытых, могут транслировать на своих аккаунтах эти вакансии. Я тоже с этим сталкиваюсь, когда другие HR-специалисты помогают своим коллегам находить таким образом сотрудников. Так, значит, что я рекомендую тоже из своего опыта. Я мониторю социальную сеть в Facebook, потому что на все остальные меня просто уже не хватает. Но момент какой? Я понимаю, что контакт, одноклассники точно. Это не такие живые, такие большоохватные социальные сети. Я не до конца понимаю роль Instagram в поиске и подборе. Вот это, мне кажется, будет, может быть, даже новый какой-то ресурс. Потому что сначала же это была сеть, которая фотографии красивые, да, про меня любимую или про какие-то мои истории из жизни. Но сейчас, смотрите, там активно развивается бизнес. Бизнес и достаточно успешно. Поэтому, может быть, если задуматься и сделать Instagram, развивать Instagram в ту сторону, поиск и подбор персонала, может быть, что-то получится. Я использую Instagram, знаете, еще с какой целью? Я размещаю туда полезную информацию. Я для привлечения, естественно, без фотографий я ничего там не размещу, вы знаете. Для того, чтобы обратили внимание на мою фотографию, она должна быть определенного качества. Либо красивая, просто там какая-то картинка. И я пишу то, что, может быть, Анна, вам это поможет. Из своего опыта вашего, что у вас ценного есть, то, что вы точно знаете, на общедоступных ресурсах этого нет. Это ваш личный опыт профессиональный. Вы это выкладываете. Причем, ну, я не то чтобы все, да, но какая-то часть, которая может заинтересовать тех людей, которые вам нужны. Либо те, которые ищут сами работу так же, как и вы. И, возможно, потенциальный работодатель на вас обратит внимание, что если вы так грамотно излагаете какие-то позиции по кадровому делу производства, либо еще в какой-то сфере HR, все может быть. Что я делаю в Фейсбуке? Я захожу на аккаунт какому-то человеку. Я знаю, что это HR-директор какой-то компании. Причем там же видно, человек где работает, какую должность занимает. Редко-редко кто этого не пишет. Обратите внимание, когда вы зайдете в Фейсбук. Значит, благодаря этому я добавляю этого человека себе в друзья. Ну, такая вот технология, если есть возможность добавить. Если не добавить, бывает, что мы просто подписываемся на этого человека. Соответственно, он регулярно в нашей ленте появляется. Его новости и так далее. И бывает такое, что Фейсбук – это такая интересная платформа, когда задаются вопросы. Сам человек ставит, например, картинку или даже без картинки. Задает вопрос. Вот, ребята, у меня вот такая-то тема, я не знаю, что с этим делать. И дальше ему идут ответы. Если человек серьезно в этом заинтересован, кто опубликовал этот вопрос, он все ответы прочитывает и даже на какие-то отвечает. Таким образом, у вас есть возможность, если вы знаете ответ на этот вопрос, писать в комментариях. Человек на вас обращает внимание, а он, если HR-директор, а вы ему какой-то ответ полезный или полезную ссылку в комментарии кидаете, он это может запомнить. И дальше вы уже становитесь как бы не чужим. Чем вот помогает вот это мелькание в социальных сетях? Вы как будто знакомы, как будто есть такой эффект в социальных сетях. Я рекомендую их использовать. И есть, вот смотрите, профессиональные группы в ВКонтакте, есть социальная группа, профессиональная группа HR-клуб учебного центра специалистов. Добавляйтесь туда, друзья, кто в ВКонтакте есть. Там бывают кейсы какие-то, мы рассматриваем. Анна, вы не с нами? Нет, не вы там? Это кейсы, это какие-то вопросы, при этом ведут эту группу наши ведущие преподаватели центра. Соответственно, можно будет задать какие-то вопросы по поиску работы, вас сориентируют на какой-нибудь сайт, предположим. Или если бывает такое, благодаря таким дням карьеры, либо когда запускается какой-то курс, преподаватели приходят, слушатели, и идет как бы переопыление. Кто учился здесь, не даст мне соврать, люди обмениваются контактами, и дальше происходит все равно. Кто-то отпадает, конечно, но кто-то продолжает контактировать, и мы, бывает, обсуждаем даже тему. Вот у меня, я, наверное, года 4 или 5 назад закончила здесь курсы, и мы продолжаем со многими HR-директорами общаться на какие-то трудные темы. Вот, есть еще форумы событий, ярмарки, вакансий, я вас тоже, вам рекомендую их посещать. Кто-то скажет скептически. Я не верю, что таким образом можно найти работу. Что на это можно ответить, как вы считаете? Знаете. Точно. Если вы никогда этого не пробовали, как вы узнаете, правда? Поэтому пробовать нужно все. И я вам хочу сказать, что вот эта воронка, когда мы ищем работу, чем она шире, это как воронка продаж. То мы, чем больше резюме отправим, чем с большими людьми проконтактируем. И причем, если это теплые контакты, это же вообще здорово, через теплые контакты легче заходить, вас уже знают. Ну и сети социальные, они тоже помогают нам расширять воронку поиска работы. Эмиль нам пишет, что он автор клуба «Специалисты». Эмиль, приятно познакомиться, я не знала про вас такое. Так. Я вам хочу показать, каким образом в сети Facebook, как, впрочем, у любой другой социальной сети, может находиться поиск работы. Вот этот человек, я так как не согласовывала с ней свой эксперимент, который я вам сейчас демонстрирую, поэтому я убрала фамилию, должность и так далее. Это барышня, которая является HR-директором в крупной компании. Значит, и она на своей ленте в Facebook разместила вот такое объявление. Это прям реальное объявление с выходными данными. Она описала, кто ей требуется. Так как в этот момент я тестировалась сама на HeadHunter, я решила, ну как мне, сам Бог велел протестировать и вот этот ресурс. Мы с ней лично не знакомы, но она у меня в друзьях, потому что у нас есть, помните, теория семи рукопожатей, или шести рукопожатей, что все-таки кто-то там у нас знакомый есть. И у нас реально есть живые люди, с которыми мы общаемся вживую, не только в социальных сетях. И поэтому для меня этот человек становится более или менее знакомым. И я откликаюсь и пишу, скажите, пожалуйста, вот я такая-то, я в поиске работы, вот у меня такое резюме, могу ли я вам его послать? Она говорит, да, конечно, я ее посылаю на почту, но у меня есть вопросы. Вот Анна, вы как опытный кадровик, почему здесь не хватает? Собственно, художественные выкидки, я сразу все посмотрела. Здесь написано требование, но обычно к требованиям прилагают условия. Условия по-разному здесь не есть. Анна не видит условий. Ну, это то самое, что касается, может быть, уровня зарплат, когда я указываю. Уровень зарплат. Это может быть территориальное местоположение. Да, бывает очень важно. Это может быть разные плюшки, такие, как даемные среди и прочее. То есть это все пишется тоже отлично. Что крайне важно еще в последнее время, именно для себя, я отметила. У нас опять стали выползать серые зарплаты, поэтому вот если пишут белая зарплата, все это я смотрю. Если белая зарплата не пишут, я могу вообще не смотреть. Но это может быть лично. Но вот эти все вещи нам... Итак, Анна сказала о том, что для нее важно, если работодатель заявляет о том, что зарплата белая, о том, что оформление по трудовому кодексу... Это уже в любом случае, когда мы помним кодексу, иначе, на бетхантере иначе не получится. Если ГПХ, они пишут, что это ГПХ, гражданского кодексу. А то, что они отмечают, что это белая зарплата, это очень важно. Потому что сейчас очень много. Да, да. Ну, экономика, да. И еще Анна говорила о том, что, я повторяю для наших слушателей-вебинаристов, Анна говорила о том, что для нее важно, если указывает работодатель так называемые плюшки. То есть это... в них могут входить и ДМС, могут какие-то карьерные вещи входить, да? Да. Там обучение. Поэтому хорошо, если вы, как работодатель, находитесь сейчас в поиске персонала. Мы же... это как поиск супруга, да? Мы должны быть очень привлекательными для тех, кого мы ищем. Для того, чтобы тоже у нас была широкая воронка поиска. Конечно, чем больше, тем лучше. И мы из них отберем самых лучших. Так. И в переписке, значит, HR-директору я задала эти вопросы, что вот мне непонятно, я еще работаю, мне вот это непонятно. И дальше она мне ответила. Еще момент, смотрите, какой я обратила внимание, ваша стрелочка, что привлекательная картинка. Она не вся попала, к сожалению, на слайд, там еще темно-синие розы внизу. То есть это пакет, видимо, какой-то корпоративный, и букет огромный темно-синих роз. Очень красивая картинка, поэтому при поиске работы или подборе вот используются еще такие вещи, но это вот соцсети, это так. Да, конечно. После того, как мы с HR-директором в переписке все выяснили, я спросила ее разрешение, могу ли я публиковать на своей ленте ее объявление. Она была очень благодарна, потому что задача стоит, ей найти человека надо. Вот это было мое объявление. Я скопировала ее и написала вот крупными буквами и очень коротко. Про плюшки писать не стала, потому что там уже при дальнейшем, если человеку станет интересно, они уже поговорят. Но здесь самое важное, если вы когда-нибудь будете искать персонал, то я выделяю самое главное для того, чтобы обратить внимание. Да, да. И для любых, вот сейчас, да, те, кто ищет работу, это вот это, это значит зарплата белая. Здесь мы уже не пишем, потому что не очень корректно, да, если по трудовому кодексу. Официально? Да. Да. Это корректно, на самом деле. Официально, корректно. Кстати, вот международные компании, они так пишут, потому что у них не бывает. Ну там другая, да. Круто, график, да. Всегда важно, как мы будем работать. И полный, неполный день. Еще момент такой. Место работы, очень плохо было показать. Место работы. Место территориальное. А, совершенно, геоположение, да, куда ехать, куда ехать. Например, там, юго-западный, ну, не конкретно, но... Да, да. Хотя бы метро. Да, согласна. На самом деле, вы сейчас, Анна, сказали про это. И я поняла, что когда я искала компании на HeadHunter, которые бы подошли мне, первое, на что я обращала внимание, это уровень заработной платы. А второе, это было как раз местоположение. Да. Так, нам Светлана пишет. Сейчас и работодатели, и соискатели очень ленивые. Работодатель ленится писать о себе подробнее, где он находится, какие бонусы и плюшки предлагает. Какие вариации есть в графике работы и так далее. А соискатель почему-то думает, что название компании и должности, в которых они работали, дают полное представление о его опыте. Но это как раз, Светлана, спасибо вам за такой комментарий. На самом деле, компания и соискатели, они думают, что они находятся в одной реальности. На самом деле, это совсем не так. Но это все равно, что вот каждый из нас, это какая-то компания. И у каждого из нас какая-то своя реальность, свой опыт, свои ошибки, свои там удачи и так далее. И в этом плане, чем подробнее и тщательнее мы до приема на работу коммуницируем с вами, но это как вот, опять же повторюсь, как поиск партнера, супруга. Чем подольше мы пообщаемся и поподробнее, тем понятнее, на ком же мы женимся или за кого выходим замуж. Хоть что-то будет предсказуемо. И поэтому, если мы, как пишет Светлана, ленимся, как, например, если вы ищете работу, которая сидит здесь, по аудитории или, может быть, вебинаристы наши, если мы ленимся о себе писать или ленимся нажимать еще и еще, отсылая свои резюме, то кто же нас найдет, кто о нас узнает? Здесь вот нужно, конечно, такую энергию применять. Я хочу сказать о том, что есть сейчас в интернете, мне лично на почту пришло вот такое приглашение, что есть практические мастер-классы для HR по поиску персонала. Он бесплатный, по-моему, да? По-моему, бесплатной цены нет. То, что я там закрыла, чтобы вы не сошли за рекламу, я убрала ту компанию, которая проводит эти вебинары. И вопрос, где сегодня ищут персонал, в том числе и в соцсетях. Поэтому вот он как раз будет завтра. И если у вас есть возможность, мне кажется, что он бесплатный, тут же нет, да? Цены ничего, ничего нет, про бесплатное ничего нет. Ну, так, есть еще такие важные вещи, как если вы пошли уже, вы выбрали компанию, вас пригласили на собеседование, есть две вещи, на которые точно надо обратить внимание. Что вас настораживает и должно настораживать при собеседовании, когда вы уже пришли в компанию. И какие сигналы вы получите в том случае, если эта компания добросовестный работодатель. Можете, у вас же у всех есть опыт поиска и устройства на работу, правда же, да? Кто-то уже где-то работал. Отлично. Итак, если затягивается собеседование, и вас не предупреждают, а вот вас посадили где-то и ушли. И забыли. Бывает такое, что вдруг, да, какое-то экстренное совещание, в этом случае, если вас предупредили, и примерно сориентировали по времени, а еще лучше, там, чай или кафе или что-то, да, вас сориентировали, где вы можете подождать. Это более-менее хорошо было бы. Если с вами разговаривают надменно и не проявляют к вам интереса, как, ну, к личности, скажем так, да, то есть с вами очень казенным языком разговаривают. Бывает, что человек, который с вами разговаривает, это рекрутер, либо любой менеджер в отделе персонала, и вы понимаете, что он, вы-то пришли как специалист на какую-то должность, да, а он не понимает специфики вашей работы, и он с вами проводит собеседование. Бывает. Поэтому, если вы только это заметили, как этот, ну, не очень в следующей вашей специфике человек может оценить, отходите вы или нет. Либо вы тогда не надеетесь просто на то, что вас возьмут сюда на работу. Потом, видите, у вас будут встречные к нему вопросы, как он будет, ну, вот здесь, индивидуально подходить надо. Вот вопросы о зарплате. Нет уровня заработной платы на, предположим, на работном сайте или нигде не вывешено, да, и вам, когда вы задаете конкретный вопрос о зарплате, говорят, по результатам собеседования мы вам сообщили, или у нас есть вот гибкая система оплаты, какие еще уловки применяют. Ну, в общем, вам не говорят. Да, бывает такое, когда есть три уровня оплаты труда, предположим. Это когда вы просто выполняете какие-то обязанности добросовестно, но если появятся нарекания, ну, претензии, да, со стороны клиентов, предположим, то вам вот эту, в эту вот минимум вам заплатят, и вам скажут, какая цель. Следующий уровень – это когда вы без претензий спокойно отработали определенный период, предположим, там, месяц, и вам вот такая зарплата положена. А есть еще третий уровень, ну, в каких-то компаниях. В том случае, когда вы сделали что-то такое, что либо компания получила восторженный отклик, либо, ну, увеличился доход благодаря вашим предложениям или решениям. Либо вы взяли еще какой-то, предположим, сотрудник какой-то заболел, вы взяли его объем работы, и вот он, вам говорят, что вы еще получите какую-то премию. То есть это какие-то конкретные цифры, либо, ну, вот, минимум, максимум. Вам все равно должны какие-то цифры сказать. Так. Ну, в общем, вот там дальше все про заработную плату, про ненормированный рабочий день. Кстати говоря, когда на HeadHunter я видела в поиске кандидата вот такую фразу у работодателя, для меня эта компания тоже выпадала из списка, куда я пошлю в свое резюме. Почему? Потому что ненормированные рабочие, это, во-первых, мы нарушаем трудовое законодательство, так ли? Нет? А скажите? Ненарушаемые, у нас есть статья, в которой написано, что это ненормированные рабочие, в чем это выражается. Так. Ну, смотрите, Анна, спасибо за вот эти два комментария, что, во-первых, обязательно где-то какой-то бонус вам за переработку дадут. Так ведь? Мы сейчас не должны помонять переработку, не дарминую, не дарминую, не дарминую. Просто не хочется экскусу. Ну, правильно. Хорошо. Это разные вещи, и сверхурочные должны оплачиваться соответствующим образом. Также, как бы, за ненормированный рабочий день положено месяц и дарминую кодексу. Если это пишут в вакансии, вот, на мой взгляд, это как раз честно, потому что будет понятно, что дар эпизодическое привлечение будет ненормированный дар, эпизодическое привлечение к работе, запретивание дарминую продолжательственного рабочего дня. Ну, мне кажется, это нормально, это честно. Выводишь и нам, может, не нравится, мы не хотим работать. Да, больше, чем 9 часов. Спасибо вам большое. Ага, спасибо вам большое. И руководитель постоянно меняет вводные. Такое тоже бывает, когда вы находитесь на собеседовании или на территории компании, вы видите, что регулярно возникают какие-то форс-мажоры, что-то там отменяется, то есть процессы перестраиваются. Это тоже просто вот знак того, что, ну, в компании не все стабильно. Конечно, мы бы хотели все работать в стабильных компаниях, где бы нам была гарантирована заработная плата определенная, да, какие-то бонусы и так далее. Есть маркеры, которые вам могут сказать, могут сказать о надежности и стабильности для компании. Это когда вас знакомят с обязанностями, которые уже разработаны, и по которым, возможно, уже человек какой-то поработал, они устоялись, в компании понятно, кто нужен, да, с каким функционалом, и вам становится понятно, что от вас требуется. Значит, когда идет многоуровый, вот это, наверное, вы такой проводили сами. Многоуровый, и в немец, и в немец. Это когда непросто человек приходит, заполняет на себя анкеты определенные, да, там, бумаги. Я сама проходила такой наголовный проводочек, или там, в течение двух месяцев меня проверяли, давали мне тесты, и я встречалась сразу на договорительных. Да, вот такой анкет у меня был. Сама и нет, такой наголовный проводочек. Сами не проводили? Нет, у нас было недельно порно. Достаточно было одного собеседования и того, с приемом или не приемом, или что-то. Мне кажется, это очень затянуло, когда будет многоуровневый. Это правда, и на самом деле где-то два месяца, если многоуровневый отбор, то где-то два месяца у меня. Если по-разному я думаю, а там, по-другому не как. Например, я понимаю, как вы устраиваете ингредиция, вы знаете, это очень важно. Если допуск проверки. Да, да. Если допуск проверки. Да, если допуск проверки, да. И задайте вопрос своему потенциальному работодателю о том, что есть ли у вас возможность посещать конференции, какие-то форумы. Это настолько вас будет подпитывать новой энергией, новые знакомства. И вы сами будете приносить в компанию что-то свежее обязательно. Как правило, мы обязывали своих сотрудников после посещения форумов, конференций, какого-то обучения делать презентацию. Мы садились, слушали, что же человек для себя почерпнул. Здесь момент какой срабатывает. У нашего сотрудника, который пошел на какое-то внешнее мероприятие, есть маячок, что он должен все добросовестно запомнить. Потому что нам же надо будет рассказывать. И когда он готовит эту презентацию для нас, он уже структурирует весь материал, перерабатывает его, конечно, по-своему. Но рассказывая нам, мы еще обогащаемся. То есть мы никто не были. Он сходил и нам все рассказал. Я рекомендую вам, те, кто ищет в сфере ЭЧА работу себе, задавать три главных вопроса на собеседование. Какие конкретно должностные обязанности у вас будут? И хорошо, если работодатель скажет, что это и кадровое дело производства, например, то есть весь цикл он вам поручен, или вы будете на каком-то из участка. Это могут быть выполнения отдельных поручений директоров, или руководителей каких-то. Это может быть процесс выручения, который уже на вас будет завязываться. А бывает и что компания, например, праздник какой-то, юбилей у кого-то из сотрудников, или достижение какое-то, и ЭЧА родил бы вариант. Нужно подготовить мероприятие. У вас такое было? Значит, второй вопрос. Если вы идете на руководителя, в общем-то и на любую позицию ВИЧА отдел, какая структура для того, чтобы понимать, где ваше место в строю там будет? Здорово, если вам в продвинутых компаниях, у нас уже такой веб, распечатанном виде, или на экране компьютера вам показывают структуру и ваше место. Кто у вас будет руководителем, будут ли у вас причиненные, какие функции, с кем будут пересекаться, связываться и так далее. Это вообще отличие. И третий вопрос. Какие задачи передача службы все-таки стоят в этой конкретной компании? Потому что бывает такое, у нас была слушательница, которая говорит, вот при всем при том, что я занималась процессом, ну, руководила процессом подбора, руководила процессом обучения, мне еще сказали, но не при входе в компанию, что я должна делать аналитику по сайту компании. Так как компания занималась продажами, маркетинга в компании не было, и завели эту функцию на HR-подразделение и вручили это ей как подпись. И каждый месяц она садилась и работала по статистике, по сайту. И так как человек был ухитчивый, скрупулезный, она выводила даже какие-то выводы из того, что видела, не будучи специальным маркетологом. Ну, вот такое тоже бывает. Бывает такое, что при входе в компанию вам говорят, нам не хватает человека, который бы разруливал конфликт. Бывает такое, что в компании много-много очагов каких-то мелких, водители не хотят на это отвлекаться. На самом деле конфликты отнимают много времени, причем и рабочего, в том числе, и энергии, и болеть начинают и так далее. То есть вот им нужен какой-то человек, и набирают, как правило, при поиске, что предпочтительно психолог. И тоже понятно, что требуются еще какие-то такие функции. А бывает, вот там камера нарисована, что у одной нашей слушательницы, в HR-отделе, находился весь архив компании. Фото, видео, и они должны были его структурировать. Вот. И такое тоже бывает. Но, опять же, в каждой компании свои цели, задачи, какие-то процессы. И руководство, если поручает HR-отделу какие-то функции, и вы понимаете, что, наверное, вы с этим справитесь, то можно и брать. Да, каковы нормы работы HR? Это усредненные данные. Я хочу сразу сказать. Может быть, Анна, вы в чем-то не согласитесь, буду признательна за ваши корректировки. 300 мало, да? 300 мало, да? Да, да, согласна. Военно-учетный стол, про него я забыла сказать, но он на самом деле тоже в HR-отделе. А там положено один человек на срок, соответственно. Ну, и, соответственно, если две вот этих функции совместить в одном человеке, то 300-400, в принципе, упало. Да, 300-400, это же идеально. И 400-как, так вот. Ну, да. Работа по сменам. А есть ли еще в компании те, кто работает по совместичному? Да. На самом деле, да, это усредненные данные. Это не значит, что какая-то компания прям устрого этого придерживается. Значит, на одного рекруктера примерно 10-15 вакансий в месяц. Это при случае, если задачи у рекруктера стоят закрывать позиции линейного персонала, где все просто, понятно, где, в общем-то, можно... Стоимость отбора одной вакансии не столь высока. При подборе же руководителей или редких специалистов, уникальных специалистов, я сталкивалась с таким, что 1-3 вакансии в месяц закрываются вот таких прям вот особенных специалистов. Ну и при массовом подборе, предположим, да, открываются какие-то проекты, нужно, значит, подобрать линейный персонал. И при массовом подпоре норма кодички не перечислилась. Вот Эмиль нам написал, что в почте России 800 человек на одного кадровика. Я не могу с помощью. Да, ну ладно, мы не будем доокомментировать. Ну вот мы, в общем-то, цель еще нашего дня карьеры в том, для того, чтобы вы увидели и болевые места нашей профессии, и те варианты, когда мы можем построить нашу карьеру. Я сейчас скажу вам о тех курсах, которые веду я, учебно-центр специалистов, то, что вдруг, если вы почувствуете в этом необходимость, вы можете оставить свои заявки, подойти либо по телефону, либо на почту написать. Совершенно точно могу сказать, что эффективная письменная коммуникация в HR-сфере, она просто рулит. От того, как мы правильно, грамотно пишем, в том числе и когда у нас спорные вопросы судебные, и в том числе и когда вы общаетесь с руководством, как грамотно составить письмо, так, чтобы его прочитали, и было принято решение о той задаче или проблеме, которую вы ставите. У нас сейчас как раз этот курс идет. Управление конфликтами, и такое, как я уже сказала, бывает, что HR-специалисты берут для того, чтобы он эту часть брал на себя, что отнимает колоссальное количество энергии и времени. И я сама и разруливала конфликты, и видела, когда ничего не делается, как развиваются конфликты. Поэтому эта тема у нас тоже есть в курсах сутки. «Как побороть волнение» и избавиться от страха – тоже курс, который я веду. И здесь мы немного и о публичных наступлениях говорим, и о том, как проходить собеседование, так, чтобы не волноваться. И во всех курсах я стараюсь давать практические инструменты, которые можно после курса брать, применять, и будет результат. Так как я сама практик и работаю давно, более 20 лет, и более 20 лет веду подобные темы в режиме тренинга. То есть это не лекции, это практические занятия. Что касается только на работу? Да нет, к нам приходят слушатели, которые не обязательно устраиваются на работу. Бывают такие, кто говорит, я просто даже разговаривая, предположим, с продавцом в магазине, или там обратиться к постороннему человеку я не могу, я волнуюсь. Как мне переступить через это? Мы с этим работаем, мы делим страх от фобии, то есть мы разбираемся, в чем разница. Глубоко не копаем, но тем не менее вот эти разные компоненты фиксируем и работаем над тем, как практически человек может из состояния волнения выйти хотя бы на нейтральное. А в идеале еще и есть ресурс, а ресурс – это что-то приподнятое, такое настроение, когда мы чем-то вдохновлены. Это тоже возможно. У нас в центре вы можете, если поставите себе цель, получить тепло по профессиональной переподготовке и о повышении квалификации. И если вы сюда придете с этой целью повысить свою квалификацию, то есть и очный, и очный, и заочный формат. Вот как сейчас с нами вебинаристы присутствуют, вы также можете подключаться дистанционно. И применяются у нас исключительно инновационные методики, у нас все преподаватели – это практики высокого уровня. И дистанционно вы сможете учиться в удобном для вас темпе по записям. Оплачивать обучение вы можете в рассрочку. И первоначальный взнос вы видите, стоимость его. И престижные документы, часть из которых я вам показала, есть, вот, хотела вам продемонстрировать. Направление soft skills вы найдете на сайте специалиста. Это развитие личности, либо, напишите, либо soft skills. И будет прям отдельный блок, вы его найдете там на сайте. И смотрите, там много-много разных тем, причем, смотрите, например, искусство убеждать, и там три темы только вы сможете прочитать. Нажав на кнопочку «Все курсы», вам выпадут все, которые есть в этом блоке. Так же, как и в остальных больших блоках, есть еще кнопочки «Все курсы». И нажав на эту кнопку, вы увидите весь перечень предложений нашего центра. Ну, наши преимущества, опять я повторюсь, что практикоориентированные, проводятся с использованием конкретных примеров. И у меня сейчас проходит курс «Эффективная письменная коммуникация». Мы начали занятия в субботу, и в следующую субботу продолжение. И есть целая группа из одной компании, которые, мы уже договорились, что они принесут ту переписку, которую им нужно отрефлексировать, правильно ли она сделана. И мы это будем делать как кейс на следующем занятии. То есть еще и компания получит от слушателей обратную связь от меня тоже. Во время занятий существует возможность рассмотрения в обществе конкретных ситуаций. Обязательно, если вы пойдете в HR-сферу, обучаться на наши курсы, это вы увидите, что могут быть разные инструменты. И слушатели наши обеспечиваются всеми необходимыми комплектами для обучения. И я уверена, потому что я сама анализировала рынок образования в Москве, что в учебном центре это идеальное сочетание цены и качества, потому что очень высокая цена, и есть разные варианты оплаты. Вот документы об окончании. В любом случае, даже если вы придете на один курс, вам дадут обязательно свидетельство. Можно получить свидетельство и международного образца. Все зависит от того, на какой курс вы придете. Есть ли у вас вопрос? Пожалуйста. И третий пункт, разместить курс у себя на странице. Вот подразумевалось содержание поста, то, что ты в поиске работы, или это вот как раз выкладка полезного контента, который может принадлежать по его причинам веков на ленту, потом вот это вот одна вот почему-то. Как вас зовут? Светлана спросила, сейчас я попробую переформулировать ваш вопрос. Когда мы хотим заявить о себе, как о кандидате на какую-то должность, да, Светлана? Это смотрите, это вот то, как я показывала вам демонстрацию, что я взяла пост HR-директора, его переформулировала и разместила на странице. Когда вы, даже если вам эта вакансия неинтересна, это делаете, тот человек, чья это вакансия, кто повесил HR-директора, он обратит внимание на ваш перепост? Все, я обратил перепост. Так. Есть еще какие-то данные у вас? Такой конкретный вопрос, он коснулся в самом начале этого момента, когда вы в возрасте пройдете. То есть вот если человек, ну возьмем там, условно, 40+, решает применять квалификацию. То есть есть минимальный опыт. Вот я возьму вот эти председы, находит. А вот кадровый отдел производства, допустим, в котором большой опыт, и небольшой опыт в другой смежной сфере, в подбор. И хотел бы этот человек перейти вот в подбор, имея минимальный опыт. Но он сталкивается с тем, что в силу возраста он не может создавать на вакансию системы. Он просто не рассматривает. А вот в этом случае правильно себя упадать. Это довольно-таки сложно. Потому что все эти вакансии ассистентов, они публикуются как-то вот и спрашивают, как-то там есть такой дополнительный сайт на карьере, то есть вакансии, в котором нужно которое ниже по уровню. Да. И там полагаются люди 25 лет. 25 лет. Да. Именно так. То есть логикация сверхможна. Уважаемые вебинаристы, у нас вопрос от Анны. Если человеку, специалисту по возрасту 40+, он хочет поменять специфику, наверное, деятельности от своей специальности на смежную в HR-сфере, то это сделать очень сложно, потому что работодатель смотрит на возраст, а тот объем обязанностей он предпочитает молодого специалиста. и здесь ну вот я в затруднительном положении, у меня нет совета, у меня нет готового совета. Есть ли у кого-то может быть здесь в аудитории советы. Вопрос может решиться положительно в том случае, если руководители скажем так, не имеют каких-то ограничений, восприятия ситуации, когда они готовы экспериментировать. они не знают, что ждать от меня, я не знаю, могут ли они спрятать. Да. приподнести себя как самоклассник. Вкусный доктор. Евгений пишет, что это сложно. Сможете, вы же слышите человека, что он говорит, для того, чтобы пройдиться в какой-либо организации в потенках, я не могу сейчас рассказать, насколько это тяжело практически. Нереально. Чего я словно практически. Ваши опыта на месте. Уважаемые коллеги, у нас Евгения в чат написала, что этот вопрос еще сложен даже для 30-летних. Светлана написала, сейчас все больше появляются работодатели, которые наоборот приветствуют возрастных работников, они ответственнее и грамотнее, более склонны к самообучению. Вот это мнение Светланы. На самом деле сейчас идет очень медленно в сторону возрастных кандидатов и возрастных специалистов. Ну вот так. Это относится и к IT-компаниям. как раз я со своим противным программистом если я сейчас пойду куда-то. Мне скажут, что у нас 20 лет и работают. Ирина написала вопрос. Я сейчас в поиске работы и так же как вы писали на мои отклики на вакансию HR отрицательные хэдхантер отрицательные тишина. О чем может быть проблема и как действовать? Ситуация та же 40 меня у нас смешено. Ирина совершенно точно мой совет не останавливайтесь. Останавливаться нельзя. Надо пробовать все методы. И на самом деле в том числе и все-таки рекомендации если есть такая возможность вот как я уже говорила точка входа в компанию если она есть. Если нет но путь будет дольше труднее ни в коем случае руки не опускать и двигаться. Уважаемые коллеги у нас время истекло к сожалению. Спасибо уважаемые вебинаристы за ваше активное участие. Рады были вас читать. И спасибо нашим слушателям в аудитории. Сейчас я покажу свои контакты. Вы можете писать мне на почту которая указана здесь на слайде вы можете присоединяться ко мне в фейсбуке в инстаграме где я стараюсь публиковать профессиональные вещи важные может быть кто-то для себя найдет то что вам будет необходимо. Так как я по базовому образованию психолог то я еще использую в своих публикациях психологические подходы к решению разных задач. Они бывают универсальные поэтому может быть вы найдете что-то там и для себя. Спасибо вам слушателям которые в аудитории за активное участие. Надеюсь что ваша карьера сложится поэтому вы пришли на день карьеры и то что вы делаете эти шаги не останавливаетесь даже когда может быть результат не так очевиден но вы все равно молодцы. мы вас ждем в нашем центре на курсах выбирайте любой курс который вам покажется подходит для вас звоните пишите нашим менеджерам вас сориентируют обязательно по вашему запросу что вам больше подойдет и добро пожаловать спасибо спасибо вам спасибо спасибо